Когда объявили о частичной мобилизации, то, конечно, прямо волна была клиентов именно с этой тематикой. Именно с тематикой того, как себя вести, что делать, что страшно, куда бежать, или наоборот, идти добровольцем, а семья не принимает, или приходит женщина, у которой муж уже ушел добровольцем. Поэтому ситуации разные, и получается на них смотреть совсем разных позиций. У каждого свое. Екатерина, скажите, пожалуйста, приходится же сталкиваться не только с такими проблемами. Есть, как мне кажется, более текущие, что всегда присутствующие. Например, воспитание детей, конфликт поколений. Пьет муж, или не пьет, а бывают наркоманы-дети и все остальное. Вы работаете с такими проблемами? Есть у вас опыт? Конечно. Ну, я вообще работаю со всеми видами проблем, кроме зависимости. Ну, лично я. Если человек приходит в зависимости, я с ним могу работать только в команде с наркологом, или когда он параллельно проходит программу, например, «12 шагов». Тогда мы можем параллельно работать. А так, за счет того, что я 10 лет проработала на телефоне неотложной психологической помощи города Москвы круглосуточной, а там же ты не предскажешь, кто тебе позвонит, да, кто обратится. Поэтому приходилось подучиваться, распознавать разные направления и быть таким мультимодальным специалистом. А как это, когда звонит человек, и ты, на самом деле, ты понимаешь, что психологи тоже специализируются, например, по семейным отношениям, по детским, например, да? Да, да, есть детские. И как вот происходит, если действительно звонит неожиданно человек, а ты не чувствуешь, что ты здесь специалист в этом вопросе? Вы передаете другому? Ну, если звонит, да, я понимаю, что где-то я некомпетентна, или, например, я могу быть тоже совсем в каком-то нересурсном состоянии для того, чтобы помочь человеку именно в острой ситуации, я могу сказать, подождите, пожалуйста, вот я сейчас спрошу и порекомендую вам кого-то из коллег, это если в телефонном формате. А если в очном формате, то, да, первая консультация, она такая знакомительная, если я понимаю, что это не моя синематика, у нас очень много психологов, которые работают именно в разных направлениях, я всегда могу порекомендовать обратиться, либо, например, к дефектологу, у нас и дефектологи тоже есть. Да, с ребенком вместе, либо к арт-терапевту, либо к КБТ-специалисту, да, это как несильно-бихевиоральная терапия тоже, ну, другое направление, она кому-то... И вы словами, строжные... Не буду больше ругаться такими словами. Это все про человека? Да, 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 это все про человека, про человека много всего, человек очень интересное создание. Ну, хорошо, бывали ли у вас в практике такие случаи, когда приходит человек, пострадавший, ну, как-то такой пострелигиозный синдром, когда вот он столкнулся с какой-нибудь там религиозной школой и разочаровался в ней, увидел там, может быть, какую-то внутреннюю кухню, и я знаю такие люди, ну, они... С ними очень тяжело, это как вот с бомжами тяжело работать, их замотивировать, ну, это их выбор. Это, да, бомжейный выбор. И так же, да, и так же вот люди, как их называют, знаете, ни горячие, ни холодные, такой тепло-хладные, то есть вот ни туда, ни сюда, вот, как будто бы живой мертвец. Вот работали у вас в практике, сталкивались с такими ситуациями? И как вы их описали бы? Да, на самом деле, ну, здесь начать надо с того, что все-таки нельзя сказать, что вся религия – это что-то такое страшное, да? Есть какие-то определенные направления, где-то определенные там учреждения, куда человек приходит и попадает, ну, как в сектах случается. Ну, да, да, я имею в виду не то, что сама религия, а вот это вот то, что, ну, является, как это, деструктивные отношения внутри какого-то сообщества, которое может быть там под религиозной вывеской, это не имеет значения. Да, да, плюс еще сам человек загоняет себя в эти рамки, то есть, да, если чуть-чуть отмотать назад, до того, как с ним это произошло, или с ней, здесь не важен пол, изначально нет уверенности, нет уверенности в том, что, как лучше делать. И такие религиозные сообщества, они дают некую опору, они дают знания. Да, пойдешь направо, будет тебе то-то, то-то и то-то. Вот, иди направо. Это какая-то предсказуемость, да, для человека. Да, определенно, это определенная какая-то стабильность, да, там, будешь молиться, просить о здоровье, будет тебе здоровье. А вот не факт, что будет. Да, да, но человек, когда туда приходит, он не очень просветовлен, не очень знает о том, что на самом деле, ну, как мне кажется, все, что с нами происходит, происходит для нас. А ему кажется, что должно происходить по определенным правилам. И вот нарушение этих правил или какие-то очень серьезные, сильные, значимые события, которых человек не ожидал никак, они рушат весь этот фундамент, который долго строился, который долго вкладывал силы, эмоции, читал книги, молился, совершал некие обряды, да, и так далее. И вот это вот разрушение этого фундамента приводит к тому, что человек теряет себя. Он считает, что все, здесь больше ничего нету. Вот единственное, последнее, на чем я стоял, вот на этом фундаменте, оно разрушено. И непонятно, куда двигаться дальше, непонятно, зачем жить, непонятно, вообще, ради чего я все это делал так много лет, если у меня, например, забрали самое ценное, что было в моей жизни. Как вы им помогаете вообще? Что с ним можешь делать? Или тут уже психологи бессильны? Тут важно, чтобы этот человек сначала захотел в своей жизни что-то изменить, потому что ситуация жертвы, да, когда ты падаешь в эту пропасть, ты начинаешь себя жалеть. И у тебя есть даже объективные поводы для того, чтобы себя жалеть. Когда ты себя жалеешь, это доставляет определенного рода тоже, как это ни странно, но положительную отдачу внутри себя. То есть ты разрешаешь, например, себе не ездить на работу или съесть там дополнительную пироженку, или забыть про все, вот уткнуться в телевизор. Это своего рода вторичные выгоды, которые не позволяют выйти из вот этой вот жалости к себе. А это надо делать вообще? Вы что рекомендуете? Ну, любые чувства, они нам для чего-то, да, пожалеть себя тоже, безусловно, нужно. И тоже нужно побыть в себе, послушать себя. Но когда это затягивается, это не ведет к развитию. Это не ведет к изменению жизни внутри и, соответственно, изменению жизни снаружи тоже. А жизнь, она, ну, будем говорить так, естественным образом подталкивает человека к развитию. Если это развитие прекращается, то, соответственно, человек чувствует дискомфорт, и он что-то должен себя менять для того, чтобы, как велосипед, чтобы быть в равновесии, должен ехать. Так? Остановки вредны. Ну, в общем-то, остановки тоже нужны, но не очень длительные. Да, и, понимаешь, развитие – это все-таки внутренние потребности. Кто-то остается на каком-то своем уровне, сидит в своем теплом болоте, ему там хорошо. И он не хочет, чтобы влезли его травмы. Абсолютно. И такой человек, а, ну, не дойдет до психолога, или если дойдет, то это будут какие-то, скорее всего, там, бесплатные, бесконечные сессии, а если он дошел, значит, он уже другой. Значит, он уже сделал, как минимум, первый маленький шажочек к тому, чтобы изменить себя и ситуацию вокруг себя. А психолог-то ему может помочь в этом? Или мотивации достаточно, в принципе? Вот, а психолог может разбудить эту мотивацию, или я неправильно понимаю? Психолог может разбудить эту мотивацию, но, опять-таки, если есть внутри какие-то зародыши. То есть, безусловно, бывают случаи, когда психолог не может помочь, и это нормально. Или, например, этот специалист чувствует себя бессильным в этой ситуации, а другой специалист поможет. Ну, чаще всего, все-таки, на 90, я считаю, процентов случаев мы можем помочь. Но первичная мотивация должна присутствовать? Безусловно. Без внутренней собственной мотивации это, ну, бесполезно. Ну, хорошо, вот приходит такой, как бы, пострадалец, который, я как понимаю, он пришел в какое-то общение к верующим для того, чтобы он сам не разобрался, да, для того, чтобы его там пожалели или что-то там произошло. При этом не получил у него, как бы, шаблон был один, он этого не увидел, и он, еще больше расстроившись, пришел, теперь вот, как-то добрался до психолога. Что с ним делаете? Ну, во-первых, ищем внутренние цели и смыслы, а для чего вообще он живет, а что ему в жизни нужно, да, а к чему он идет и на что он опирается, и насколько он очарован действительностью, чтобы в ней разочароваться, потому что разочарования приходят все равно. Ну, насколько бы я не любила людей и не считала всех хорошими, я все равно понимаю и сталкиваюсь с тем, что есть люди, которые могут сделать больно. И не важно, это человек, принадлежащий какой-то конфессии или продавец. Ну, то есть, человек должен встретиться с реальностью. Это детские болезни, если он еще думает, что все как в сказке происходит, да? Ну, не совсем, конечно, детские болезни, я бы так это не называла, но я, с другой стороны, я не к тому, что нужно встретиться с реальностью, я к тому, что, возможно, не нужно очаровываться. Потому что изначально разочарование идет от очарования. Поэтому, когда ты не очаровываешься, не представляешь будущее, не мечтаешь о будущем в ярких красках, а живешь здесь и сейчас, получаешь удовольствие от жизни здесь и сейчас, что бы она ни преподносила, а преподносит она всем всегда разное, да, и какие-то условно-отрицательные события тоже. Ну, Катерина, вот очарование – это как элемент мотивации для этих людей, про которых мы, подразумевая, говорим, для них вот это вот загореться, что называется, да, это как раз очароваться чем-то, загореться и начинать жить, двигаться. И вдруг расчарование. Вот здесь как раз есть такая тоненькая-тоненькая грань, которая не всегда ощущается. Одно дело поставить цель и идти к этой цели, возможно, меняя пути по ходу, да, то есть я шел по одному пути, что-то случилось, я дальше по нему идти не могу, я выбираю для себя другой путь. А очарование – это когда ты простроил для себя уже четкую дорожку к этой цели и идешь только по этой четкой дорожке, которая у тебя простроилась в голове. И если что-то случается, все рушится, дороги дальше другой нет. Это знаете, как интернет работает. Не знаю, как интернет работает. Если вот по одному проводу перебили, почему-то, вот тогда по-другому идет сигнал. Поэтому для человека очень важно не создавать себе, так называемый, кумира, да, в чем бы он там ни проявлялся, этот очаровательный образ. Главное, чтобы у тебя были варианты, да, вариативность такая. Об этом? Ну, и были варианты, и все-таки ты ориентировался по ситуации здесь и сейчас, потому что меняется она каждый день, а не шел четко, несмотря ни на право, ни на лево. У нас это называется зашоренность сознания. Да, кстати, знаете, вот выезжаешь, когда куда, ты говоришь, я сейчас туда пройду, да вот пункт А в пункт Б, труд тебе сопротивление пропит. Ты не можешь не учитывать, что знаки по дороге возникают, там, повороты и так далее. То есть, вот вы об этом, да, что надо быть здесь сейчас, следить за знаками. Ну, кто-то это называет знаками, кто-то это называет интуицией, кто-то это называется подстройкой под обстоятельства. Но для этого человек должен проснуться, да, так сказать, вы его в реальность должны оконуться. Да. Проснуться, да, где-то надо. Вот если человек уже больной, да, ну, как бы раненый, да, и как его здесь вот еще жестче, так сказать, вернуть в реальность, пробудить? Сначала, прежде чем возвращать в реальность, идет все-таки поддержка, поддержка, понимание. Просто человек рядом, который, как минимум, не осудит ни за что и будет рядом вне зависимости от того, что скажет, что произойдет. Да, то есть, это некая уверенность, хотя бы вот в этом моменте есть стабильность, есть понимание и есть элемент расслабления. Потом обязательно нужно найти то, что подпитывает человека в этот момент, да, так называемые ресурсы. Это очень интересно. И ими поднакопиться, да, для того, чтобы были силы снять эти розовые очки и снять это очарование. И только уже потом мы сталкиваемся с реальностью. То есть ресурсы, это может быть нужно правильно питаться, высыпаться, вы об этом говорите? Безусловно, и об этом тоже. Да, что да. определенный уровень любви и к своему телу, и к своим мыслям, да, когда ты заботишься о себе, у тебя есть силы на то, чтобы и пройти через какие-то сложные обстоятельства жизни, и еще помочь другим. Вот очень часто в кино видишь, когда какая-то там группа сидит и друг другу подбадривает, помогает. Вот такая групповая терапия, она болезнее, чем работать с психологом, личностями? Это разные форматы, они оба очень хороши. Для каких-то определенных проблематик лучше, например, групповая наработка, ну вот, например, подросткам классно ходить именно в подростковые группы. Вот, и там делиться проблемами, и разбираться, и налаживать взаимодействие друг с другом, да, они внутри группы научатся общаться, потом распространят это знание на другие области. А где-то ситуация настолько личная, настолько острая и болезненная, что не идет пока речь о вынесении ее на группу. Но есть, вот, что я хочу сказать, у меня там дочь подросток, и она говорит, есть такая проблема общая, что мы себя не любим. Мы себя не долюбим, мы хотим быть вот как та девочка, например, а та девочка не любит себя, она хочет быть как другая девочка. Вот такие проблемы вы как бы решаете? Конечно, они как раз действительно очень часто встречаются. И здесь, наверное, вот важное, о чем я хотела бы сказать, это о том, что не нужно сравнивать. Никогда не нужно сравнивать ни детей между собой, ни себя с подругой, ни своего мужа с чужим мужем, ни, там, собаку, дом, квартиру, все, что угодно. Вы говорите так, как тогда вообще понимать, что? Когда мы сравниваем, мы зачастую обрекаем себя на негативные эмоции. Потому что все равно найдется тот человек или та организация, которая лучше, чем у меня, как мне кажется. Из этого рождается либо зависть, либо негатив к себе. Слушайте. Да, корень-то. Зависть. Да, да, да. Зависть нас не красит, зависть нас разрушает, разъедает изнутри. Мы на неосознанном уровне продолжаем думать про это, даже когда нам кажется, что мы про это не думаем. Все, это дальше рушит жизнь. Как только ты перестаешь сравнивать вообще что-либо с чем-либо, не считая выбора бытовой техники, когда нужно провести это сравнение, чтобы купить что-то подходящее. Такие параметры, это совсем по-другому. Такое упражнение. Ставьте себе в телефоне или на бумажке галочки, когда вы сравниваете. Отсекайте это от себя. Да, нет. Стоп. Вот. Интересно. Простить действительно искренне это очень тяжело. Это целый на самом деле процесс. И первое, нужно понять человека, что, почему человек так противоположный так поступил. Понять себя, что во мне затронула эта ситуация, что я так обиделся. Да, то есть первое, это понимание. Второе, это желание простить. Вот на самом деле желание, собственное внутреннее простить человека, это вот основа основ. Как только возникает желание, считайте, что на 50% вы свою задачу уже выполнили. И дальше, после этого, ну, я со своим клиентом рекомендую провести некий ритуал. Это поехать. Кому-то это может быть церковь, кому-то в какое-то уединенное, но благостное для него место, где само место будет давать силы, будет давать силы именно на это прощение. И обратиться мысленно к тому человеку, на которого хранится обида, и сказать, да, я хочу тебя простить. Помоги мне, пожалуйста, в этом. Помоги мне разобраться в себе, разобраться в наших отношениях. Я искренне, от всей души хочу тебя простить. Я не хочу носить этот камень с собой. И сделать что-то памятное в честь этого события. Может быть, что-то слепить, да, из глины, из подручных материалов. Может быть... Нарисовать можно что-то, да, не важно. Или это должно быть... Лучше сделать руками, да, может быть, сорвать цветочек в том месте, где было это событие, засушить его и положить в книжечку, да, чтобы это хранилось вместе с тобой, да, чтобы... Или поставить на видное место, чтобы напоминать себе о том, что я хочу простить. Помоги мне освободиться от этого. Но самое волшебное происходит потом. Потом, когда это прощение приходит. Причем оно же... Такой-то длительный процесс. Оно не приходит вот прям здесь сразу и сейчас. Но в какой-то момент ты осознаешь, что да, я простила. И вот тут начинается такая неимоверная радость внутри, такая неимоверная свобода, расслабление. Ты начинаешь прям изнутри светиться. И это потрясающее чувство, которое ни с чем не спутаешь. Вот. Рекомендую попробовать, чтобы вы тоже ощутили это чувство. Как говорится, ловите лайфхак сегодня от нашего психолога, гостя Екатерины. Но я сейчас, Катя, задам, наверное, другой вопрос. Вот если ты еще не страдаешь этой болезнью непрощения, но в целом ситуация очень агрессивная. Вот идет война, и люди попадают под накачку такую пропагандистскую, когда в тебя пытаются вплеснуть вот эту вот ненависть к врагу. Какую тут рекомендацию ты можешь дать? Какую надо иметь прививку, что называется, или там здравое мышление, чтобы вот не отравиться тем, чем сейчас пытаются масс-медиа, пропаганда. Со всех сторон атаковать личность человека. Ну, первое, что хочется сказать, что все люди разные. Нельзя под одну гребенку, например, какую-то национальность сгрести. И сказать, что там все жители страны Лилипутия, к примеру, очень агрессивные, или слишком добрые. Да, или наоборот, только защищают, и ничего больше. То есть каждый человек – это уникальность, да, это свой мир. И вот подходить к этому человеку тоже нужно без каких-то предвзятостей. Это во-первых. Что касается военных действий, то это уже больше к техникам военных психологов. Вот как раз к вопросу о том, к кому переадресовывать, у меня не так много опыта в этом направлении, поэтому, наверное, не смогу чем-то таким уникальным поделиться. Это, говорят, признак высокой квалификации, когда ты можешь признать, что я это не знаю. Да, безусловно, есть определенные ограничения, и хорошо знать про свои ограничения. Но, например, я точно знаю, что я не смогу научить человека быть злым и убивать других людей. Ну, не смогу. Даже если меня будут заставлять. Другое дело, что есть и защита, самозащита. Вот я о ней и хотел, предохранитель как поставить. Мне сейчас приходит на ум сцена из фильма «Аватар», когда они убивали животное для того, чтобы найти для себя пропитание, а в данном случае можно перевести это для того, чтобы защититься, а потом подходили и просили прощения у того, кого они убили. Просили прощения и у того, и у матери природы о том, что так случилось. Потому что на данную секунду времени другого выхода не предвиделось. Только так и никак иначе. И важно попросить прощения, и потом еще внутри простить себя. Вот это тоже очень тяжело бывает. Но это касается не только темы убийства. Да, это же касается и темы, когда мы делаем другому близкому человеку больно, а мы их делаем периодически близким людям больно. Мы даже делаем это осознанно. Тоже потому, что в данной ситуации другого выхода мы не нашли. Вот только так. Спасибо тебе, Катя. Да, это интересная беседа. Мы так оставим вопрос подвешенным. Мы просим вас в комментариях делиться своими впечатлениями, своими мыслями по этой теме. Ну и задавать вопросы Екатерине. Она согласилась отвечать на ваши комментарии. Всего вам доброго. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Спасибо.